Доброго вам времени суток! Сегодня говорим про дисбактериоз кишечника. И сильное место в том заключается, что если вы внимательно послушаете, досмотрите это видео до конца, то, сделав не очень сложные вещи, вы существенным образом можете повлиять на свое здоровье. Ну, я должен, конечно, вам сказать, что термин сам дисбактериоз кишечника многими коллегами не воспринимается, считается, что это что-то отсталое с советских времен, что есть конкретно вот инфекции в кишечнике, там, например, грибы, стафилококк, ну, что там, сальмонелла, дезинтерийная палочка. И есть, ну, варианты микрофлоры, что очень все подвижно, нестабильно, все меняется, что вот мы называем словом дисбактериоз. Но на самом деле, хоть горшком назови, главное в печку не ставь. Смысл от этого не меняется. Однозначно, существенно состояние вашей микрофлоры влияет на ваше здоровье. Ну, начну с одной цифры хотя бы. В справочнике по пробиотикам Всемирной гастроэнтерологической организации, ну вот, я сейчас попросил на экране это отобразить, там приводятся следующие данные, что порядка 60% иммунной системы находится у человека в кишечнике. Это лимфоциты. И в том же самом кишечнике находится, боюсь ошибиться, но около 70 разных типов групп и 500 разных штаммов, грубо говоря, разных бактерий. Более или менее полезных для нас. Это лакто, бифидобактерии и так далее и тому подобное. Представляете, какое многообразие. То есть, если высушить, 2,5 килограмма разной флоры находится в кишечнике. Ну, сами как думаете, может быть такое, чтобы вообще случайным это было, что зачем-то вот в природе такое количество микроорганизмов живет у человека не где-либо, а вот именно в кишечнике. Нет, не случайно. И это легко сейчас уже об этом говорить, потому что огромное количество исследований, каждые 5 лет в 4 раза увеличивается количество исследований о микробиоте. Уже расшифрован геном микрофлоры. Сейчас уже считается, что микрофлора не просто переходит от мамы к ребенку в грудничковом возрасте, начиная с первого кормления молозем и так дальше. А еще и генетические микрофлоры ваши, похожи, ваша, моя, всех. Похожи на микрофлору родителей. То есть, даже через особенности микрофлоры, возможно, считается, что сейчас передаются какие-то генетические плюсы или минусы от человека, человеку от родителей к ребенку. На что можем влиять, если уберем дисбактериоз? Ну, сейчас я вам буду вот говорить то, к чему вообще не придерешься. То есть, вот вы заходите, если читаете по-английски, ПАБ-МЕД, это такое хранилище медицинских статей, и находите там все то, о чем я вам сейчас скажу. Атопический дерматит доказано, что влияет микрофлора в зависимости от того, дружественная она или нет. При добавлении определенных бактерий к питанию симптомы атопического дерматита уменьшаются. А что такое атопический дерматит? Это значит, вообще на аутоиммунные процессы влияет. Сейчас забегу вперед немножко. Мы, конечно же, не занимаемся в центре сакалинского лечения. То есть, все, о чем я сейчас вам говорю, это восстановление правильного питания, это восстановление саморегуляции обменных процессов человека с помощью натуральных средств. То есть, мы не говорим о лечении болезней. Но так или иначе, приходится произносить эти слова. И поэтому, чтобы у вас было ясное понимание, чем вообще я занимаюсь, кто первый раз меня видит, перейдите, пожалуйста, по ссылочке потом в описании видео на сайт центра сакалинского в Праге. И там вы увидите и философию, поймете, что все серьезно, и ссылочки на исследования, дополнительные видео, скачаете методики наши и прочитаете про баланс и дванс пробиотик, к которому, собственно, я сейчас все веду, потому что у нас сейчас появился совершенно уникальный пробиотический комплекс для устранения проблемы так называемого дисбактериоза и влияния через это на здоровье. И одно из применений, почему про аутоиммунный это вспомнил, потому что обращается человек, например, с псориазом, есть принципиальная разница между, с точки зрения аутоиммунных процессов, псориаз или атопический дерматит, или у человека гипматоидный артерит. Ну, кажется, что огромная пропасть, да? Но на самом деле влияние на стабилизацию иммунной системы требуется во всех этих случаях. То есть любой аутоиммунный процесс, даже аутоиммунный тиреоидит, по щитовидной железе проблема, требует того, чтобы была восстановлена микрофлора. Итак, первое, это то, что связано с аутоиммунными процессами. Но самое, конечно, известное, это иммунные процессы, потому что сниженный иммунитет почти всегда ищет нарушенную микрофлору. То есть соотношение между полезными и неполезными. Лактобактерий не хватает, бифидобактерий не хватает, и внутри, как бы, всей этой агломерации еще тоже куча, возможно, вариантов. То есть точно уж нет равновесия в микрофлоре. Может это проявляться проблемами пищеварения, не обязательно, не всегда. Может и не проявляться. Но то, что сниженный иммунитет, точно смотрите на микрофлору, 100%. Почему я вам сказал в самом начале? 60% иммунной системы находится в кишечнике. И она интересуется, лимфоциты интересуются не только тем, есть ли воспаление в самом кишечнике. А это, конечно же, значительная сила, которая работает по всему организму. Поэтому повышение иммунитета, спокойное, разумное, без стимуляторов, это в первую очередь нормализация микрофлоры. Конечно же, пищеварение, но это такая банальщина уже, да? То есть если расстройства или запоры, то, естественно, мы восстанавливаем микрофлору. Но, вот знаете вы, например, что можно холестерин снижать. То есть холестерин низкой плотности можно снижать. И в частности, вот бактерии, лактобацилум, ферментом, которые содержатся в нашем вот этом новом пробиотическом комплексе балансе адванс-пробиотик в европейской системе доказано снижение холестерина низкой плотности. Представляете? То есть можно защищать сосуды, принимая бактерии и нормализует работу кишечника. На вес можно влиять? Да, представляете? То есть на обмен жиров можно влиять. Ну, потому что холестерин – это жиры, соответственно, можно влиять. Доказано и противовоспалительное действие бактерий непосредственно на стенку кишечника. То есть, например, неспецифический язвенный корид. Можно работать. Противомикробное действие доказано у бактерий в отношении того же хеликобактера Пилэя. В отношении лямблей. Ну, это не микробы, конечно, паразиты, да, но простейшие. В отношении лямблей. Ой, извините, уже запутал вас совсем. В отношении лямблей. Стрептококк, стафилококк, грибы, сальмонелла. Очень много против кого можно бороться с помощью того, чтобы отнять у них питание, дав нормальный пробиотик. То есть, вот эта конкуренция за пищевые вещества, это механизм действия пробиотика по дисбактериозе. То есть, хорошие бактерии не дают жить фактически плохим. Так их вытесняют. То есть, они их не убивают, не едят. Никаких вот этих кровожарных сценарий нет. Они их вытесняют. И еще одна история, это укрепление кишечной стенки. То есть, хорошие бактерии, дружественная микрофлора. Когда она вместе, несколько бактерий, повышается степень их адгезии, так называемой, кишечной стенки. То есть, они прилипляются лучше. И они ее укрепляют. Плюс к тому, стимулируют выработку муцину слизи. Благодаря чему слизистые лучше восстанавливаются. Поэтому и происходит заживление при разных воспалениях в кишечнике, в желудке и так далее. При язвенной болезни желудка можно использовать, соответственно? Конечно, можно. В 12-перстной кишке можно? Можно. Вот такие вот разные применения. После этого, ну, даже неудобно говорить о том, что, естественно, при просто диарее путешественников или после антибиотиков. Ну, после антибиотиков уж все знают, что нужно принимать. На психику влияют бактерии. То есть, дисбактериоз кишечника, если он есть, всегда есть риск того, что будет нарушен, во-первых, процесс образования витаминов группы В, во-вторых, серотонина, гамма-аминомасляной кислоты. Соответственно, легко получить переутомление, например, из-за перевозбуждения. Или легко впасть в депрессию. Или нарушается сон. Ну, я все время призываю женщин, которые смотрят мои видео, и, в частности, когда говорю про проблемы с кишечником, всегда призываю вспомнить состояние, как вы себя чувствуете, когда есть, не дай бог, запор. Что с настроением? Вот и вся история. То есть, уберите проблему дисбактериоза кишечника, нормализуйте микрофлору, у вас даже настроение, то будет лучше. А настроение, концентрация внимания, концентрация внимания, меньше устаем, можем нормально уснуть вовремя и так далее и тому подобное. То есть, все по кругу. Итак, мы с вами сошлись на том, что аутоиммунные нарушения, поднятие иммунитета, устранение воспалительных состояний в кишечнике, улучшение стула, улучшение настроения и вообще качество работы нашей психики, скажем так, да, высшей нервной деятельности. Снижение холестерина, снижение веса. Вот это те вещи, которые точно доказаны, что они связаны с дисбактериозом. Дальше стоит вопрос. Как от этого всего избавиться? Сейчас самое время опять напомнить перейти по ссылке в описании на сайт, потому что, может быть, вам уже наскучило то, что я рассказываю слишком долго, и вы можете это прочитать. И советую, кстати, обязательно, чтобы не потерять это видео, подписаться на канал. Тогда вы легко потом сможете вернуться, когда вдруг в какой-то момент поймете, что, о, это как раз про меня было, про дисбактериоз. Самые глобальные ошибки я сейчас перечислю. Почему не удается нормализовать микрофлору? Почему такая проблема поисследует огромное количество цивилизованных, разумных людей, которые могут себе позволить пойти в аптеку, купить то, что надо? И тем не менее, в животе все равно пучине-погонине, и нет нормального стула, нет нормальной кожи, и все другие проявления дисбактериоза кишечника. Первая ошибка. Использование примитивных формул. То есть, ну, в аптеке много чего. И фармацевт посоветовал, вот тут хорошее, значит, все доктора советуют, ну, тут три таких активных бактерий, стоп, нет, так не бывает. То есть, все исследования, которые проводятся, и вы читаете, что вот такая бактерия обладает уникальными свойствами, вы должны понять, что они проводятся на изолированных ситуациях. То есть, это какие-то такие абстрактные люди принимают. То есть, и задача у исследователя всегда, ученого, не вылечить вас, а просто доказать, что вот именно такой эффект есть. Поэтому его, в общем-то, не интересует ситуация, как со всем остальным будет. Но пытаться пихать в кишечник, где у вас около 500 разных бактерий, три, и в течение двух недель, ну, это выдающаяся наивность. Симптомы, конечно, снимутся, возможно, там. Стул на какое-то время улучшится, кожа чесаться перестанет, и так далее, и тому подобное. Но это будет очень недолго, потому что, конечно же, активизировать нормальную, дружественную флору с помощью такого курса не получится. Поэтому нормальные комплексы пробиотиков включают по 9, 10, 11, 15, а то и 20 разных штаммов. Естественно, подразумевается, что они уже тоже отобраны из целого огромного списка, который существует, отобраны на практике, показали свою хорошую приживаемость и работоспособность совместно. То есть исследования показывают, что, также есть такие исследования, которые показывают, что совместно хорошо работают бактерии. Вторая крайность – это продолжительность приема. Но я вот уже обмалывался, что чаще всего, что делают в аптеке. Убедитесь в моих словах, очень просто. Пойдите в ближайшую аптеку и посмотрите, сколько капсул содержится в упаковочках, которые там продаются. Ну, рекорд, то, что я сейчас видел вот в Петербурге, это 12 капсул. Ну, если 30 – хорошо. Если 60 – вообще шоколадно, но маловероятно. То есть с точки зрения маркетинга вам предлагается следующее. Ну, сколько стоит? Ну, не очень дорого. Ну, попейте. А потом вы приходите домой и обнаруживаете, что вот это попейте, вам хватит на недельку. Ну, а потом уже в аптеку не пошли и, в общем, на этом все закончилось. То есть что-то вроде делали, и таких много людей рассказывают мне. Я про биотики пил. А что пили? Да, я не помню там какие-то вот. И сколько пили? Ну, недельку там, 14 дней максимум. Вот и весь разговор. То есть так, конечно, выработать саморегуляцию своей микрофлоры не получится. Потому что ваша задача не то, чтобы вот именно эти бактерии там у вас заселили все, как новые жильцы в коммунальную квартиру и плясали там радостные. Ну, нет. Ваша задача активировать собственную микрофлору. Потому что, как мы говорили, она даже генетически связана с вашими родителями. Это абсурдно предполагать, что мы полностью ее заменим и будем при этом счастливы. Нет, так не получается. Третья крайность. Это когда, наоборот, это американский подход. Это когда мы покупаем пробиотики, в которых там по 30 миллиардов, по-английски, биллионов колонии образующих бактерий. До того дошло сейчас, что есть даже статьи научные о том, как приходится людей, маньяков, которые вот пьют в таких дозах и долго, приходится потом поить антибиотиками, потому что они настолько свою собственную микрофлору вытеснили, что теперь у них, ну вот, еще хуже стало. То есть, вроде все заселено полезными бактериями, но опять, с философией это проблема, и с физиологией реально. То есть, мы-то знаем, что 500 бактерий, а вы в огромной дозе давали какое-то ограниченное количество. Понимаете, да? То есть, эту ошибку тоже не совершаете. Ну и последнее. Это никак не менять питание, когда вы пытаетесь поменять микрофлору. На самом деле, она чаще всего испортилась из-за того, что у вас питание было неправильно, то, что переедали жиров, то, что переедали быстрых углеводов, сладкого, мало ели овощей, мало пили воды. Ну, у кого-то от того, что еще пропивали антибиотики, например. Но даже вот просто такое нарушенное питание, оно будет приводить к перекосам, особенно в сторону дрожжевой флоры. Поэтому, хотите перезагрузить микрофлору, нормально, качественно избавиться от дисбактериоза, и за счет этого просто рвануть в здоровье, исправляйте питание, уменьшайте мучное, сладкое, молоко, мясо. Вот это такие золотые правила. Увеличивайте количество растительных волокон. Если брать систему с Каринского, то мы для этого специально используем нутри-детокс с активными волокнами псиллиума, потому что создает и инулин. И в балансу advanced probiotic тоже добавляем инулин, чтобы создавать вот эту основу пребиотическую и, по сути, делать формулу, которая, ну, с научной точки зрения, называется синбиотиком. То есть и пробиотик, и пребиотик вместе. Самое последнее, что еще хочу сказать, вообще никто не об этом не думает, не вспоминает, что состояние нервной системы очень сильно влияет на микрофлору. Почему? Потому что микрофлора не живет, не болтается там в просветке кишечника просто так. Она в том числе прикрепляется к стенке кишечника. Стенка кишечника питается там слизистая, а непосредственно подслизистой располагается уже дальше в глубине сосуды. А сосуды реагируют на уровень стрессовых гормонов. То есть, когда вы нервничаете, переживаете, у вас возникают спазмы везде, по всему организму. И в том числе в гладком скалатуре сосудов. Ухудшается кровообращение. Это служит сигналом для бактерий все в лучший мир. И поэтому человек, который постоянно находится в стрессе, он постоянно, вот сколько вы находитесь в стрессе, вот столько вы нуждаетесь в поддержке микрофлоры. Если это тянется полгода, значит нужно как минимум двухмесячный курс поддержки микрофлоры проводить. На самом деле вы себе и со стрессом-то поможете, потому что я уже говорил в самом начале, что влияние микрофлоры оказывает положительное на, во-первых, как антиоксидант защищает, вырабатывает вещества, которые являются антиоксидантом и сильным, и защищают нервные клетки от повреждения, когда их количество повышается в сыворотке, в крови. Во-вторых, микрофлоры вырабатывают витамины группы В, сертонин участвует в обмене сертонина и гамма-аминомасляной кислоты, то есть баланс возбуждения и торможения, то есть другими словами, по-русски, адекватность. То есть с нормальной микрофлорой выше адекватность. Есть, конечно же, естественно, у нас в нашей системе, плавно уже перехожу к тому, есть специальные вещества, которые регулируют уровень стрессовых гормонов, тоже возможны с помощью натуральных веществ, то есть экстракт этаз, так называемый, через белки теплового шока, это экстракт спаржи, специальный экстракт, очень высокотехнологичный, в Японии произведенный. Который входит в состав эстартиума антистресса, так вот он помогает защищать организм от стресса. Но одновременно вот в этой программе для поддержки нервной системы у нас и бактерии. И теперь вы понимаете почему, потому что уровень энергии у человека, уровень того, сколько его кишечник будет генерить токсинов для организма и сколько полезных веществ питательных, очень сильно зависит от того, как работают бактерии, потому что они могут помогать в ферментативных этих процессах и обезвреживании токсинов, а могут, ну, как минимум не помогать, а могут и вообще и сами генерить эти токсины. Вот, например, с иммунитетом, известно, что условно-патогенная флора, если поддерживается постоянно в кишечнике, то она просто переключает механизм воспаления на другие рельсы. То есть лимфоциты работают по-другому. И воспалительная реакция, она разгоняется. А когда у нас дружественные микрофлоры, то воспалительная реакция гораздо легче регулируется. Как в кишечнике, так и в целом в организме. Но вот сейчас, мне кажется, уже очень много рассказал. И, естественно, было бы странно не сказать про баланс и дванс пробиотик, который является, если для европейской системы, то это вторым поколением наших пробиотиков. Если говорить о том, сколько вообще, вот уже я этим занимаюсь с российской системой, сравниваю тоже, то это уж, не знаю, там, десятая, наверное, сколько мы перебрали всяких пробиотических формул для того, чтобы вот пойти к балансу и дванс пробиотик. Там 11 базовых штаммов, которые хорошо известны, хорошо изучены, получены от авторитетного североамериканского производителя, который входит в тот же вот список самых известных производителей Всемирной гастроэнтерологической организации, которые специализируются на пробиотиках. То есть, свойства этих 11 бактерий можно прочитать. Но они много где есть, может быть так. Просто хорошего качества. Но они обеспечивают базу и разнообразие. И есть особенный штамм. МЕ-3, это лактобациллус ферментум, который изучен именно благодаря своим противовоспалительным, противомикробным свойствам и антиоксидантным. Способность влияет на обменные процессы, на обмен жировых веществ, холестерина в частности. Поэтому, вот разница между классикой, которую можно купить в каждой аптеке, и балансы, и 20 пробиотик, огромная. Потому что там 12 штаммов, активность их достаточная, но не избыточная. То есть, это где-то около 11 биллионов ЦФУ в капсуле. И поэтому технология микрокапсулирования позволяет сохранить вот эту самую уникальную бактерию, МЕ-3, которая была, даже не знаю, по-моему, уже так много рассказала, надо просто перейти по ссылке на сайт, на сайт уже и прочитать. Потому что там еще исследования есть, то есть, ну, много информации. Но смысл в том, что, скажу про самое главное, то, что вот эта бактерия, лактобацилум ферментом МЕ-3, была выделена из кишечника годовалого ребенка в Эстонии, в Тартовском университете. И потом наблюдали за детьми, которые попали в эксперименты, наблюдали аж до 12 лет. Смотрели, как вообще будет ситуация со здоровьем. То есть, изначально определили группу здоровых деток, выделили у них вот эту редкую бактерию, которая не у всех даже народов, часто в популяции встречается. Вот на тот момент у эстонцев она была. И потом наблюдали, как развиваются дети, что они действительно более здоровы, чем их сверстники. И, естественно, проводили тесты, параллельно смотрели, как она влияет на состояние человека при разных ситуациях. То есть, как влияет на холестерин, как защищает нервные клетки от повреждения, как влияет, защищает от разных микроорганизмов патогенных, слизистой кишечника, атопический дерматит и так далее. То есть, получилась такая очень интересная формула. А мы ее еще улучшили. То есть, мы не одну бактерию взяли, а вот 12 штаммов в итоге. Плюс к этому добавили цитрат цинка. Это самая усваиваемая форма цинка. А цинк, как известно, участвует... Часто находится в дефиците, по данным Всемирной организации здравоохранения, значительное количество людей во всем мире испытывают дефицит цинка. А почему? Потому что он участвует в регуляции обменных процессов, в работе ферментов, гормонов. Без него вообще не работает иммунитет и продуктивная функция. Поэтому такой очень важный элемент. И нулин, как я сказал, парибиотик для того, чтобы бактерии встречались с более дружественной сойдой для своего размножения. Исследования, кстати, которые проводились по вот этой форме бактерии МЕ3, они еще показали очень интересное взаимодействие с конзимом КУ-10. То есть защитный эффект на сердечно-сосудистую систему значительно увеличивался, если сочетать восстановление микрофлоры и конзим КУ-10. И тот, кто хотя бы один разочек заходил на наш сайт Центра Сокаринского в Праге, знает, что у нас есть куркумином КУ-10 комплекска, и который тоже входит вот в тот самый антивозрастной, антистрессовый, как хотите, называете, комплекс поддержки нервной системы и нормализации сна. То есть то, что нужно современному человеку, который живет в напряженной жизни. Туда входит баланс и адванс пробиотик, о котором сейчас мы говорили. Туда же входит эстартиум антистресс, снижает уровень стрессовых гормонов. Туда же входит куркумином КУ-10 комплекс, повышает уровень энергии клеточной за счет использования достаточной дозировки активированного, потенцированного конзима КУ-10. Столько информации, что я думаю, что вы уже устали, поэтому я просто кратко скажу о том, еще раз напомню, когда нужно использовать пробиотик для того, чтобы устранить дисбактериоз. Мы с вами начали с простого банального понятия дисбактериоз кишечника, а ушли просто в космос. То есть, то, что можно влиять на целом, на состояние человека, комбинируя нормализацию микрофлоры с разными другими активностями, то есть, с очищением, улучшением структуры желчи, с увеличением клеточной энергии с помощью кэнзима КУ-10, с уменьшением уровня стрессовых гормонов, можно влиять на иммунитет, на состояние сердечно-сосудистой системы, на работоспособность, на риск аутоиммунных процессов, на состояние кожи. Ну, вот, по-моему, так в основном все перечислил, даже на риск образования камней в желчном пузыре. Не говоря о том, что устранение дисбактериоза кишечника у любого человека улучшает пищеварение, что тоже, естественно, положительно сказывается. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, потому что здесь реально много интересного, и я стараюсь объяснять, довольно, ну, надеюсь, простыми словами, такие довольно сложные вещи. Стараюсь открывать для вас какие-то новые возможности, то, о чем вы не думали сами, то, о чем сейчас думают ученые, и то, что, в принципе, тоже можно использовать практики. И, если вам понравилось это видео, поставьте вот такой вот значок, потому что YouTube к этому чувствителям, это значит, что больше людей посмотрят это видео. По ссылке в описании все методики. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok